22 октября Летчики-космонавты рапортуют руководителям Коммунистической партии и Советского правительства. Задание Родины по осуществлению космического полета на кораблях «Союз-6», «Союз-7» и «Союз-8» выполнено. Впервые в истории на околоземной орбите успешно совершен групповой космический полет трех кораблей. В девятый раз приветствует столица покорителей космоса. Трасса почета завершается у стен Кремля. Торжественный митинг в Кремлевском дворце съезда. Митинг открыл кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь Московского горкома партии Гришин. Со словами благодарности родной партии, правительству, советскому народу за оказанное высокое доверие выступили. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, командир 1-й космической эскадры, полковник Шаталов. Командир корабля «Союз-6», полковник Шонин. Командир корабля «Союз-7», полковник Филипченко. Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, Ересеев. Выступивший с речью генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев подчеркнул, что наша страна располагает широкой космической программой, рассчитанной на долгие годы. Выдающиеся успехи Советского Союза в развитии науки и техники, в том числе в освоении космоса, закономерный результат исторического движения нашей страны, коммунизма. Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Викторович Подгорный вручил героям Советского Союза Георгию Шонину, Валерию Кубасову, Анатолию Филипченко, Владиславу Волкову и Виктору Горбатко ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Всем им присвоено звание «Летчик-космонавт СССР». Герои Советского Союза Владимир Шаталов и Алексей Елисеев награждены второй медалью «Золотая звезда». Слава новым героям, покорителям космоса! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова